так всем привет дорогие друзья и ко мне сегодня попал старый старый аппарат под названием dell axiom x51 вот такая вот у нас девайсина конечно же душный потому что новых уже таких нету это очень старое устройство вот как видите она уже потрепана жизнью работала она значит вернее работает на windows мобайл вот такой аппаратик то есть телефон это у нас кпк такой вот у него был есть огромный разъем подзарядку и usb порт здесь у нас был стилус но его уже к сожалению нету где-то он процессе эксплуатации у кого-то затерялся вот тут у нас что-то такое большое вставлялась я не знаю что это такое может быть сидимый модуль какой-то можно было бы с него там звонить еще что там не знаю так здесь у нас разъем под sd-карту поддерживал насколько я помню на 64 гигабайт мегабайт то есть гигабайт кого раскатал на 64 128 и 256 мегабайт кажется да а это скорее всего у нас такая карта памяти была большая до аппарат у нас кстати аж 2005 года выпуска то есть этому телефон вернее вот и хочется сказать телефону но нет это не телефон это кпк персональный карманный компьютер здесь у него значит клавиши есть такие это блокировка экрана кажется да тут у нас отдельная кнопка под вай-фай ну и запись звука кажется что-то такое такая вот древняя штуковина посмотрим что там у нас под крышечкой же удобная штучка есть такая чтобы вытаскивать батарейку вот у нас батарейки батарейка нас на одну тысячу сто миллиампер час как много контактов вот зачем усложнять себе жизнь сейчас на современный смартфон от всего-то контакта плюс-минус и по моему там заземление и все а здесь же целых шесть штук это конечно лишнее мы им чаем и больше ничего нет батарейка тоже так слегка потрепана покоться на данные аппарата сервис тэк есть какой-то экспресс-сервис код здесь номер устройства по ходу вай-фай сердце фитбе ту есть мэй дэн тайвань главное батарейку произвели у нас в китае а сам аппарат у нас произвели тайвань батарейку процессор у нас здесь стоит intel x scale пx и 270 какой-то там очень древний интеллский процессор здесь у нас таким закрывается и все больше чем нападает час тактовая частота процессора 624 мегагерца оперативной памяти здесь 200 64 мегабайта встроенная память 256 мегабайт это по тем временам было много извиняюсь за свой кашель вот работает он на windows мобайл 5.0 чё там у нас еще из bluetooth версии 1 и 2 это просто что же 5 версия так bluetooth bluetooth вай-фай у нас 802 11b поддерживает очень старая версия размер экрана у нас 3 и 7 дюйма разрешение 480 на 640 точек tft динамик у нас моно выход под наушники 35 миллиметра видео ускоритель нас также от intel и это intel 2700 g сенсорный экран с резистивные кнопки навигационные кнопки физические кнопки так время работы от аккумулятора около 7 часов но на практике он работал 4 часа и это конечно печально мало хотя тогда это было много ты что раньше ноутбуки там полчаса без это самое без сети могли работать и честно сказать мне непонятно почему такую маленькую батарейку сюда запихнули всего лишь 1100 миллиампер часов могли бы сделать и 3000 миллиампер час и работал бы он беспрерывно 12 часов это было круто так четыре часа это конечно было боль в основном такой штукой пользовались какие-то торговые агенты вот которым нужно было записывать в excel формы и word значит какие-то позиции товаров там менеджеры какие-то работали с ними для обычного пользователя особой ценности этот аппарат не представлял с попробуем его включить батарейка не отряжена здесь но я на счет придется даже заряжать хочет только включаться попробуем ну не хочет значит разряжена батарейка ну хорошо сейчас мы его тогда зарядим и посмотрим как там нас обстоят дела с оболочечкой будем заряжать через вот такой вот универсальная зарядная поскольку кабеля у меня родного для зарядки нету а здесь как видите разъем довольно специфический такой что фиг найди вот зачем такие делать ну раньше в принципе все производители чем страдали каждый там свой разъем в это клепал непонятный так здесь я так предполагаю возможный к порт скорее всего собственно все по внешнему виду что-то у нас ничего такого особенного очень толстый девайс увесистый кстати 175 грамм весел и не весит что же весел он все еще есть этот аппарат а у меня такой еще не как будто их уже нету здесь как видите потертости такие кто-то много работал на нем какой-то торговый агентичка кнопки до сих пор функционирует несмотря на то что 13 лет устройству тут у нас индикаторы всякие кнопка кстати у нас тоже лет светится так вот у нас когда-то бывший его национ инновационный понимаешь аппарат кпк раньше это было круто когда коту едешь кпк ничего съемки зеленый вот это да это было ого-го а сейчас смотришь это что-то такое старое конечно не сравнить вот с современными смартфонами которые в принципе вобрали в себя все и кпк и куча мобильных всяких вещей там и мобильный этот самый фотоаппарат на мобильных устройствах убил рынок мыльниц так что сейчас фото камеры на телефонах снимают куда круче даже чем некоторые цифровые аппараты ну за исключением тех новых которые стоят по 2 по 3 штуки баксов я говорю про обычные мыльницы сканер отпечатка пальцев как технологии на шагнули вперед просто невообразимо эволюция за 13 лет мобильного устройства ну короче его сейчас подзаряжу это конечно будет долго потому что напряжение только небольшое почему-то зарядим потом посмотрим чё там у нас за оболочечка такая и операционная система подзарядил я телефон щеки как видите немножко даже работает вот но заряд батареи конечно же вообще одна палочка заряжался у меня долго вот и вот собственно наш интерфейс и калькулятор и есть даже считает к интернету и не подключался потому что у меня не получилось к нему подключиться как видите у нас здесь 12 процентов заряда осталось даже заряда батареи всего один процент совсем немного в общем надо его очень долго заряжать чтобы пользоваться так ну и вот у нас такая вот windows фон тут у нас меню пуск все в принципе как на windows xp прямо даже есть windows media player правда видео здесь конечно нету вот собственно такая вот у нас оболочка что у нас тут еще есть тут у нас сети подключения вай-фай то у нас кнопка меню здесь у нас bluetooth подсветочка заряд батареи канал на режим все дела контакты интернет вот explorer такой вот у нас есть для мобильной версии как то так в общем ничего особенного в принципе браузер тпк на современных устройств более менее похожи странички скрываются скорее всего так же ну это конечно придется еще помучиться чтобы подключиться к вай фай потому что я пробовал пай фай подключиться но почему-то он как-то не хочет сеть видит но не подключается не знаю в чем дело надо еще тестировать есть микрофон у нас камеры здесь конечно же нету об этом в то время никто не думал и вот у нас есть здесь формы excel сюда можно вписывать какую-то информацию сохранить как видите все как на обычном компьютере все как мы любим и здесь здесь еще word и он вот где-то должен быть пока ты на семи с пичер цен видео ноутс где то я вот вот у нас есть тоже можно что-то понаписывать и сохранить ну потом зайти значит отредактировать что записать вот такая вот у нас удобная штука была для торговых представителей которые чтобы не таскаться с планшетками с ручками брали с собой вот такую вот вещь и записывали я не знаю правда неудобно несколько на нем работать поэтому я думаю пользоваться именно постоянной основе это была небольшая боль и мучение поскольку тут все скажем так не особо удобно сделано но тем не менее вещь работает так это еще у нас это у нас память показывает что такое непонятно даже игра есть у нас картишки можно порубиться работает в принципе достаточно шустренько это принципе не удивительно процессор что 24 мегагерца по-моему в принципе более-менее сносно одноядерный можно пользоваться сейчас конечно же это устройство не актуально так и современные смартфоны уже все за все нам заменяет поэтому четко куда еще зайти календарик у нас дата стоит уже 0 1 0 7 2005 это полагаю год выпуски вам тут сообщение даже есть outlog мл цены его можно было принимать по вайфая конечно в то время не знаю с вайфаем в те года было не очень хорошо но сейчас просто вот выключится поскольку заряд батареи тютью я надеюсь под заряжу его хорошенько и потом уже поподробней посмотрим что там и как как вайфай подключить неинтересно то что посмотреть как работает браузер сети очень было бы даже неплохо так что вот такой вот у нас небольшой обзорчик был на dell axiom x51 вот такой у нас древний древний аппарат который может 13 лет вот но все еще работает и что интересно конечно по 3 который очень старая она оригинальная и тоже еще паш конечно же заряд батареи держит не так хорошо и заряжать заряжается не так хорошо как раньше но все еще работает так что такие делишки всем спасибо подписываемся на канал ставим лайки комментируем и кстати помогите мне разобраться пожалуйста с вайфа есть у кого-то из соображения какого включать или инструкция скиньте ссылочку вот я надеюсь с этим делом справлюсь также всем спасибо за просмотр пока а